привет народ чего-то тут у нас опять крыса в карае еще прошло не уехала лежит так заточить убрать скол за мосты понятно это нам не надо тоже видите клин прижался к лайнеру к одному есть такое дело так вот он наш скол здесь не только скол здесь еще кончика нет увидите на кусочка и здесь такой конкретный замен кроме того клин вот так вот куда его девать надо его выравнивать или не надо у нас там ничего не написано надо заточить смазать ну и соответственно заточить у нас входит убрать скол но я думаю что здесь люфт кстати есть если этот люфт выбрать то вот кривизна клинка уйдет давайте мы сделаем все как положено так нам нужно 1 2 здесь вообще фиксатором даже не пахнет вроде как заводской есть но он не держит и сопротивление не было вот прошлая крыса да там жук жук и сопротивление было то легко крутится отвертка то тяжело то здесь не здесь сразу легко и и непринужденно ну и каждый винтик у меня резина вот так снимается то есть остается на инструменте на отвертке абсолютно каждый прям видимо вот сейчас прям еле-еле воздерну нож новый как я и говорил абсолютно но прошлое или снял помните подгонка была здесь уже так здесь уже так себе так все здесь замечательно шайбочки мы чуть-чуть полирнем потому как они просто окислились оксидная пленочка есть на них но совсем совсем чуть-чуть чуть-чуть мы их черпина наждачки 400 и в принципе соберем ножичек уже без люфтов и все станет на свои места абсолютно нас легонечко переворачиваем два легонечко то есть буквально снимаем просто пленку оксидную все не царапаем там полчаса вот не трем люфтка с одной стороны с другой стороны чуть-чуть раз и все главное чтобы равномерно все у нас снялось и все будет по красоте так теперь давайте мы клиночек сбрызнем сразу же вот это тоже видите да остатки какого-то скотча уйдут у нас даем ему пару секунд теперь протира здесь не просто поняли вода не просто грязный клиночек он поцарапанный оказывается он пошкрябанный пошкрябанный прям так давайте будем одевать очищи и приведем его до ума потому что это прям ну такие тут потёртости прям мы его сразу пока он разобранный удобно нам будет его крутить сейчас туда-сюда доведем дома так еще раз показываю было и сейчас покажу стало теперь эту сторону точно также приводим в надлежащее состояние ну и теперь с этой стороны тоже вот такой сотенчик так в принципе в принципе все сразу мы можем сделать что правильно сколы выравнивать братья ну и в принципе все дальше за . это все на праве можно собирать нож ну а точить его уже удобнее конечно же с рукояткой есть так 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 все поехали здесь протираем маслечко капельку сюда шайбу сюда капельку сюда шайбу сверху аккуратненько капельку сюда клиночек на место обязательно отвечу всем отвечу обязательно но чуть-чуть попозже шайба здесь конечно чуть-чуть под выдавил это еще пытался видимо вы понимаете поджать и дал чутка лишнего клина усилия поэтому у меня здесь нема смысла вообще не вижу как бы они вполне себе рабочие и вполне себе будут служить дальше давайте здесь тоже клиночек мы вот клиночек говорю поняли да вот так вот смажем просто вот так вот просто беру и смазываю рукоятку и теперь лайнер у нас будет видите под защитой пленочки вот такая пленка это будет храниться скажем так очень и очень долго то есть не будет позволять делать джаджавелла легонечко подтягиваю так все-таки отвечу потому что тут у меня есть до машинку торгую на аукционе в сша ну пока смотрю присматриваюсь в динамике по цене на болта но что-то мне как-то кажется шо дешево его не отдадут в премьер комплектации девятнадцатого года в общем кажется мне шо дешево его не отдадут ну посмотрим почему он будет торговаться если шо главное помните да во время обвязаться так 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 иди сюда опачки короче народ решил я все-таки болта наверно взять только остался не вопрос либо в америке его брать либо в украине сразу брать потому что есть и в украине ну более менее хороших два варианта а есть в америке ну вот видите мы всего лишь собрали нож и уже клинущик прям стал как нам надо мы же его еще на фиксатор посадим и выровняем прям чётенько это все капельку сюда принципе по механике у нас все можно еще сделать шок правильно капельку капнуть на шарик детента все люфта нет все четенько клиночек прям центральные некуда осталось перетащить слушайте ну это потом это не к смеху так 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 раз два три четыре пять это сюда это сюда и точим хотя тряпочка нам еще пригодится нужно будет протереть перед отправкой так 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 поехали аккуратненько без нажима ну вот в принципе и все делаем еще по провод очки финальной раз и с этой стороны два все 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 красиво все смеются так 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 илюша папинцы заходил сто процентов вот куда дел очень чудра маленькая а вот не илюха ни при чем я уже короче не вижу того что лежит на видном месте все все поправляем на пасте сначала на серой таким и теперь поэтому не там чутье 預備 так проверяем без проблем без пытаний может режет ножик видно у меня бреет абсолютно без каких-либо проблем осталось его что правильно взбрызнуть и протереть сам клиночек от отпечатка пальца хотел спеть песни на не буду все хранит мои черные пальчики короче народ все у нас щеки чеки здесь что-то разводы остались надо их убрать все вот так разводы убрали все красиво все смеются и клиночек у нас прям по центру у меня на сегодня все пока пока увидимся слушайте народ я же вам забыл показать режущую кромку сфоткал ножичек выложил в instagram фоточку начал собирать посылку и думаю что то я забыл вот он подводик от начала до конца ровный красивый аккуратный с двух сторон одинаковый и абсолютно симметричный вот теперь точно все пока пока уведемся а петровка шкафу в темноте все хранит мы черные пальчики таким ну 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 ну